здравствуйте дорогие друзья сегодняшнем ролике мы с вами поговорим о сухости влагалища сухость наружных половых органов влагалища да все вот об этом на самом деле проблема частая и связана этой ситуации может быть с несколькими причинами причина первая это воспалительный процесс воспаленная слизистая во влагалище наружных половых органов это несостоятельная ненормальная слизистая которая конечно проявляет себя более дискомфортом трещинками после половых контактов с жене этот воспалительный процесс конечно нужно выявлять и активно лечить может быть связан с бактериальной инфекцией может быть связан с грибковой инфекцией очень часто женщины даже не приближающиеся к менопаузальному периоду женщины молодого возраста страдают такой проблемой и конечно нужно обследоваться сдать мозги выявить причины воспаления и очень часто эти причины воспаления связаны не только с нарушением структуры биоциноза влагалища то есть соотношение микрофлоры во влагалище но и связаны с питанием связаны состоянием кишечника связаны со стрессом связаны с тем что вообще в нашей системе происходит а вот у женщин старшего возраста 45 50 плюс сухость во влагалище чаще всего является следствием атрофических состояний атрофических процессов во влагалище что значит термин атрофические то есть лишенные питания состояние связаны с тем что эти слизистые не питаются должным образом а чем питается слизистые влагалище до эстрогенами питается эстрогенами под воздействием наших женских половых гормонов слизистые становится толстой становится сытой питательной для того чтобы там жила нормальная флора и чтобы эта слизистая была плотной, толстой и готовой к половым контактам. Как выглядит здоровая, нормальная, не атрофичная слизистая? Она толстая, она вырабатывает достаточное количество естественного секрета не только во время полового контакта, а вообще в течение жизни, особенно в середине менструального цикла. А атрофичная слизистая, она тоненькая, мы ее называем еще пергаментной. Прикоснись к этой слизистой, она легко ранима, она может легко кровоточить, это ощущение жжения, ощущение раздражения, покраснение. Вот это атрофичная слизистая. И нам нужно понимать, если есть сухость в влагалище, это результат воспалительного процесса или результат атрофии. Кстати, есть и третий вариант, когда эти оба процесса вместе присутствуют, такой вот микс. Связано это с тем, что на атрофичной слизистой не живет нормальная флора, и туда очень легко присоединяется разноусловно-патогенная флора. Это и грибок, и бактериальная инфекция. И превращается это в большой вот такой вот клубок воспалительных процессов, которые часто лечатся с какой-либо стороны однобока, что мешает решению проблемы. Либо назначаются препараты, которые убивают грибок, убивают бактерии, или препараты, которые увлажняют слизистую, но не работают с флорой, с патогенной, и проблема не решается, она остается на том же месте. Что мы получаем в итоге? Женщину, которая не может жить половой жизнью. Женщина, которая постоянно невротизирована и постоянно волнуется по поводу состояния своей слизистой, сжения при мочеиспускании, рецидивы циститов. Это все тоже относится к атрофическим процессам. И для того, чтобы этот вопрос решать, мы не можем не учитывать ни одного из факторов. Мы должны понимать, сухость влагалища это результат дефицита эстрогенов или нет? Или все с эстрогенами в порядке? Чем мы ближе к менопаузе, или в менопаузе, естественно, тем шанс выше. Невоспалительный это процесс связанный с бактериальной и грибковой инфекцией. Посмотрим исследования, которые расскажут о наличии воспаления. Слизистое влагалище еще к общим процессам очень чувствительно. Чем мы питаемся? Чем выше, например, уровень сахара, чем выше вес, чем больше проблем с обменом при избытке массы тела, тем больше будет страдать слизистая. Будет больше шанса разрастания грибка на этой слизистой бактериальной инфекции, а еще и плюс атрофия. Вот мы должны в чем разбираться. И видите воспалительные причины и причины связанные с дефицитом половых гормонов. Решается эта проблема, естественно, комплексно, как вы уже понимаете. Мы и работаем с воспалением, убираем грибок, бактериальную инфекцию, питаем эту слизистую, восполняем дефицит эстрогенов на слизистой по необходимости, по возможности, если это нужно. Используем препараты, содержащие эстриол, противогрибковые, противовоспалительные средства, иногда физиолечение. Подбираем увлажняющие средства, учим женщину ухаживать за интимной областью. Потому что просто следить, как в гигиенических целях, за областью половых органов, как мы это делали раньше, просто следить за наличием чистоты, сейчас уже не получится. Так же, как мы с вами ухаживаем за лицом, за руками, за волосами, за областью вокруг глаз. Теперь придется ухаживать и за областью интимной, потому что она требует особого внимания, особенно если мы хотим жить половой жизнью, если мы хотим получать удовольствие от половых жизней, мы должны восстановить нормальную структуру этой слизистой. Без этого не бывает комфорта. Да, природа не предусматривает активную половую жизнь для женщин в менопаузе, но мы можем эти проблемы решать, мы можем менять эту ситуацию. Не надо терпеть жжение, не надо терпеть невозможность и боль при половых контактах. Есть особая схема, особый механизм, алгоритмы. Мы с вами их разобрали. Это и устранение инфекции, это восполнение дефицита эстрогенов на слизистой, это помощь эпителию слизистой влагалища. Мы его питаем, мы улучшаем кровообращением, мы помогаем ему регенерировать, восстанавливаться. И этим нужно заниматься регулярно, как вообще своим здоровьем в целом. Спасибо вам за внимание.